Ветеранам говорят спасибо и в столице Украины. В Киевском парке Победы по частной инициативе открыли новый памятник. Его прототипами стали люди, которые живы по сей день. И они были на торжественной церемонии. Мемориал так и называется. Люди Победы. Репортаж Юлии Ольховской. Он летчик-истребитель. Она радистка. Встретились в День Победы, 9 мая. В глазах и неимоверная радость, фашизм побежден. И боль по погибших родных и боевых товарищей. Идея памятника, который сегодня открыли в украинской столице по инициативе киевлян и телеканала Интер, сказать спасибо ветеранам. Их подвиг увековечен в бронзе, теперь и в Киеве. Авторы идеи подчеркивают, что эта скульптурная композиция посвящена всем ветеранам, которые принесли нам великую победу. Она так и называется. Люди Победы. А прототипами памятника стали Анна Федоровна Коломейцева и Иван Иванович Селефонов. Оба уже долгое время живут в Киеве. Ивану Ивановичу сейчас 93 года. Хотя в это сложно поверить. Сам он шутит. Молот душой. Любимая песня. Первым делом самолеты. Так было и в жизни. Маленький Ваня с детства мечтал стать летчиком. Сегодня на счету героя Советского Союза Селефонова 375 вылетов. Почти половина на разведку в тыл фашистов. Сбил 7 вражеских самолетов. При этом сам чудом ни разу не был ранен. Самолет получал пробоины, управление, крыло. И я, когда выходил с боя или с зоны зенитного огня, ощущаю, что самолет управляем. Думаю, ну слава богу. И я всегда возвращался на свой аэродром. У Анны Федоровны в ее 92 прекрасное чувство юмора. И боевой во всех смыслах слово характер. Сама себя она до сих пор называет солдатом Аней. В 42-м ушла на войну и сразу попала на Сталинградский фронт. Была личным радистом маршала Советского Союза Чуйкова и генерала армии Николая Ватутина, с которым освобождала Киев. Потом добровольцем ушла в стрелки-радисты и в небе над Польшей вместе с будущим мужем, Леонидом Коломейцевым, сбила Мессершмитт. Немножко было, конечно, сложно стараться, когда на тебе бьет. Но я жила в тебе в руки, как дала ему, и он пошел. По рисункам создали макет памятника, отлили его из бронзы, потом долго и с ювелирной аккуратностью шлифовали. А самый ответственный этап прикрепления медалей, они тоже бронзовые. Эти бесценные награды сегодня весь день внимательно разглядывали ветераны, фотографировали и только с им присущей теплотой гладили скульптуру, вспоминая, вероятно, каждый о своем. Я много памятника открывал и на площади Победы, и все. Но чтобы ветерану был построен памятник, это на Украине первое. В Парке Победы сегодня играл оркестр, звучали песни военных лет и поздравления. Прошу вас, живите подольше, будьте с нами подольше. Спасибо за то, что вы защитили нас много лет назад, сохранили для нас Родину. И вы завоевали для нас победу. И какой бы политику ни вел официальный Киев, радость ветеранов и улыбки на их лицах доказывают, этот праздник у них никто и никогда не отнимет. Юлия Ольховская и Максим Семин, Первый канал, Киев.